Слэклайн, балансборд и воркаут – эти, на первый взгляд, немного странные слова, названия уличных видов спорта, которые только набирают популярность. С этими направлениями юных сыровчан познакомились спортсмены из Нижнего Новгорода. Со своим фееричным выступлением они приехали на открытие нового спортивного пространства молодежного центра. Проект уличных спорта направлен на поддержание и развитие уличных видов спорта, такие как воркаут, локлайн, джонглирование, паркур, скейтбординг и другие направления при поддержке молодежного правительства Нижегородской области, также Министерства внутренней политики Нижегородской области, Университета Лобачевского и реализуется в рамках проекта «Инсайт-52». Гости города провели мастер-классы для зрителей, и любой желающий мог попробовать пройти по канату или выполнить трюк на турнике или матах. Акробатические элементы учились выполнять под зажигательную музыку. Современная и технологичная площадка появилась благодаря участию в проекте инициативного бюджетирования «Вам решать». Данная площадка сделана очень интересно и грамотно, с точки зрения, что она находится рядом с молодежным центром, это значит, что здесь постоянно будет собираться молодежь, и то, что на этой площадке представлено сразу много видов спорта. Я вот вижу уже турники и брусья, которые отлично подходят для занятий воркаутом, ОФП, занятием по направлениям ГТО. Ну и также здесь есть у вас еще и волейбольная площадка, и площадка для игры в стрит, в одно кольцо, в баскетбол. Не обошлось на открытии без творчества, оно, к слову, тоже было уличным. Гости праздника открыли для себя художественные направления граффити. Под руководством опытных мастеров они расписали стену гаража перед площадкой. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.